Всем добрый день, друзья мои далекие и близкие. С вами Нина Кусман. Я приветствую вас на своем канале. Мы выбрались в аптеку и в пару магазинов. Сейчас вам покажу вкратце. Как и везде разметки. Здесь, видите, сделали крестиками. Везде на каждом углу стоят дезинфицирующие средства. Как купить, так и воспользоваться. Ну и повсеместные призывы дистанцироваться друг от друга. Рядом находится здесь в Маркдорфе магазинчик Мюллер. Тоже решили зайти в него для того, чтобы заодно что-то для дома купить. Чистящие средства. Я всегда в присутственные места выхожу в перчатках и в маске. Единственный раз сейчас заметила людей тоже в перчатках. Молодцы какие. К ограничениям, к передвижению добавилась еще и прохладная погода. Так что на улице нет никого. Уже на улице сразу выставлены самые популярные на данный момент товары. Кстати говоря, я купила средства с дезинфицирующим моментом для стирки собачьих полотенец и их лежанок. Заметили, что я обращаю все время внимание на маленькие красивые машинки. Здесь тоже повсеместно разметки. Практически нет никого. Сотрудники в перчатках и в масках. В немецком языке есть такое слово буммальн. Шататься по магазинам, по-русски, если по-простому, поглазеть. Вот это точно не мое хобби. Для меня зашел, купил, вышел. Кстати, здесь мы купили пресловутую туалетную бумагу. Она в этом сезоне популярна. Основная моя цель была душ-пилинг Невея. Он только здесь продается, еще в нескольких магазинах. Городок Маркдорф. Он мне очень нравится. Находится в километрах в восьми от нашего дома. У меня уже есть несколько видео, которые я здесь снимала. О фестивале уличной еды. Это было осенью. И еще заходили в местный собор. Очень красивый. Можете на моем канале полистать. Там есть что посмотреть. Мы объехали практически все окрестные городки. Они все очень интересные, колоритные, не похожи друг на друга. Сейчас из-за карантинного режима самоизоляции нет такой возможности свободно перемещаться. Но в наши нечастые вылазки в аптеку либо в магазин я успеваю поснимать по сторонам. Ограничительные меры по поводу коронавируса действовали в Германии с середины марта. За это время рост числа заболевших в стране замедлился, а количество выздоровевших стало расти. В связи с этим власти страны решились на частичное ослабление запретов. С понедельника 20 апреля опять возобновят работу небольшие магазинчики площадью до 800 квадратных метров. Более крупные филиалы универмагов, торговые центры пока что останутся закрытыми. В ведомстве федерального канцлера это решение объяснили тем, что хотят избежать большого скопления народа в замкнутом пространстве и в центре города. Вне зависимости от торговой площади снова открываются книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. А местные вирусологи не перестают подчеркивать, что людям необходимо чаще находиться на свежем воздухе. Мы уже тоже заметили, что дорожка велосипедная, которая проходит мимо нашего дома, заполнилась людьми. И они, кстати, должны тоже придерживаться расстояния полутора метров между собой. Итак, мы прокатились по Маркдорфу, посетили аптеку и два магазина и возвращаемся домой. Все время забываю вам показать те цветочки, которые я время от времени покупала в строительных магазинах. А еще вот такую красоту я привезла из Санкт-Петербурга. У нас на первом этаже зимой достаточно прохладно. И вот такие натуральные красивые тапочки буквально спасли меня от этого неудобства. А на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Смотрите нас дальше. Спасибо. Спасибо.